Сталинград – город мужества и славы, боли и памяти. 80 лет назад завершилась одна из крупнейших и стратегически важных битв не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны. Библиотека номер 7 поселка Маймаксанского лесного порта подготовила видеопрезентацию «Немеркнущая слава Сталинграда». 200 дней и ночей на берегах Волги, а потом у стен Сталинграда и в самом городе продолжалась эта ожесточенная битва. 12 июля фашистские войска вторглись в пределы Сталинградской области, а 14 июля в ней было объявлено военное положение. День 17 июля 1942 года стал днём начала Сталинградской битвы. 23 августа 1942 года стал самым страшным днём для наших бойцов и населения Сталинграда. Его называли «Днём Сталинградской катастрофы». Если до этого дня город жил своей обычной жизнью, работали магазины, заводы, театры, ходили трамваи, бегали по улицам ребятишки, то за несколько часов Сталинград был стёрт с лица земли. Из воспоминаний очевидца Страшно было смотреть на то, что происходило. Сбрасывали не только мелкие осколочные бомбы, но и бомбы по половине и по тонне весом, так что земля взламывалась и ходила ходуном, как при землетрясении. Кроме бомб, для устрашения немцы сбрасывали рельсы, железные тракторные колёса, бороны, листы котельного железа, бочки с отверстиями. И всё это с диким воем, скрежетом и лязгом летело с неба в город. Немецкие самолёты, входя в пике, включали мощные сирены, и от этих адских звуков душа готова была выскочить из тела. Город весь запылал. Горели здания, нефтехранилища, плавился асфальт. Пылающая нефть разлилась по воде. Казалось, всё было объято пламенем и горела даже сама Волга. Командующий фронтом Ерёменко рассказывал, «Многое мне пришлось пережить и перевидеть на военных дорогах. Но то, что я увидел 23 августа в Сталинграде, поразило меня». Фашисты прорвались к реке Волги, севернее Сталинграда. Пытались ринуться на город, но мужественно отражали их атаки сталинградцы. На защиту Сталинграда стала вся страна. Ожесточённые бои в самом городе продолжались более двух месяцев. В военной истории до Сталинграда не были известны столь упорные городские сражения. За каждый дом, за каждый этаж или подвал, за каждую стену. Героем был каждый, кто защищал эту землю во имя мирной жизни. Страна высоко оценила подвиг своих героев. Десятки тысяч солдат и офицеров были удостойны государственных наград. 112 наиболее отличившихся были отмечены золотой звездой Героя Советского Союза. В боях за честь и независимость нашей Родины против немецко-фашистских захватчиков образец героизма и отваги проявил и наш земляк, архангел-огородец Норицин Пётр Михайлович. Будучи командиром орудия танка КВ, он со своим героическим экипажем не раз ходил в танковые атаки. Только за один день боя этот экипаж уничтожил два танка, шесть автомашин, одну артиллерийскую батарею, четыре миномета, семь дзотов, пять пулеметов и множество гитлеровских солдат и офицеров. Этим самым помогая общим усилиям нашей армии в массовом изгнании немецких захватчиков с территории нашей Родины. В бою за балку «Безымянная» экипаж, в котором сражался Норицин, оказался в тяжелом положении. Окруженный со всех сторон врагами, под жестоким ураганным артиллерийским огнем танк был подбит и зажжен вражеским снарядом. Опьяненные удачей гитлеровцы со всех сторон бросились к израненной машине, чтобы живьем захватить танкистов. Но враги жестоко просчитались. Героическая неравная борьба продолжалась до последнего патрона. Когда же боеприпасы были израсходованы, разъяренные враги, окружив машину, предложили экипажу немедленно сдаться в плен. На вражеское предложение был единственный ответ. «Мы – русские, и пока живы, в плен фашистам не сдаемся». Ответ героев еще больше взбесил фашистских негодяев. Выступленное злобе, прикатив две бочки бензина, они облили танк и превратили его в живой костер. В пылающей машине весь героический экипаж под командованием лейтенанта Наумова погиб смертью храбрых. За героизм, бесстрашие и отвагу Президиум Верховного Совета Союза СССР указом от 23 сентября 1943 года посмертно присвоил звание Героев Советского Союза доблестному танковому экипажу. Еще в разгар битвы на Волге в декабре 1942 года была учреждена медаль за оборону Сталинграда. Сталинград не был отдан врагу, а около 759 тысяч его защитников получили эту медаль. Героически защищали город на Волге и наши земляки Варенцев Александр Иванович Подольский Николай Тимофеевич Сидоров Петр Матвеевич Сенчуков Федор Васильевич Необердин Семен Васильевич Они награждены медалью за оборону Сталинграда и их имена занесены в книгу ветеранов Великой Отечественной войны Маймаксанского лесного порта. Подвиг нашего народа, защищавшего Сталинград, навсегда остается в истории и нашей памяти. Не забывайте грозные года, Когда кипела Волгская вода, Земля тонула в ярости огня, И не было ни ночи и ни дня. Но выстоял великий наш солдат, Но выстоял бессмертный Сталинград.